Здравствуйте, я Владимир Круть, старший микробиолог Института прикладной биотехнологии и сегодня я отвечу на самые популярные вопросы о применении микробиологических препаратов для органического земледелия. Итак, вопрос номер один. Как полезные микроорганизмы из биопрепаратов действуют на комнатные растения и не будут ли они угнетать их от переизбытка биологически активных веществ в ограниченном объеме в озонах? Природа очень сбалансирована и имеет прекрасную способность к саморегуляции. Использование биопрепаратов позволит разнообразить микрофлору почвы и сделать ее более полезной для растения. При этом переизбытка биологически активных веществ происходить не будет, потому что количество ресурсов, доступных микроорганизмам, будет все так же ограничено. Кроме этого, многие почвенные бактерии способны существовать и на поверхности растения, точно так же, как они это делают в природных условиях. Вопрос номер два. При каких минимальных температурах стоит вносить биологические препараты в почву и не навредят ли микроорганизмам ночные заморозки? Нужно отметить, что все микроорганизмы, которые входят в полезные биопрепараты, являются обычными почвенными жителями и у них предостаточно механизмов защиты от негативного воздействия внешней среды, в том числе от холодов. Весной есть смысл начинать применять биопрепараты, когда температура почвы поднимется до плюс 5 градусов Цельсия. В таком случае микроорганизмы смогут начать работать, а поверхностные ночные заморозки не будут им вредить в толще почвы. Осенью стоит использовать биопрепараты где-то за месяц до первых сильных морозов. В таком случае микроорганизмы в почве успеют адаптироваться к природным условиям и накопить запас полезных веществ, необходимых им для входа в состояние зимовли, формирования спор или цист. К тому же микроорганизмы в толще почвы будут все так же защищены от поверхностных ночных заморозков. Вопрос номер три состоит из двух частей, но они похожи. Первая часть. Нужно ли соблюдать определенные строки между внесением полезного гриба триходермы и папокилюс суптилис? Второй вопрос. Неугнет ли бацилюс суптилис триходерму в биопрепарате биокомплекс БТУ? Действительно известно, что некоторые штаммы бацилюс суптилис способны угнетать развитие полезного гриба из рода триходерма. Но эта особенность зависит от штамма. В биопрепаратах компании БТУ Центр подобраны штаммы, которые не угнетают развитие друг друга. Соответственно и комплексные препараты и комбинации разных препаратов компании БТУ Центр прекрасно сочетаются друг с другом. В то же время мы не можем гарантировать сочетаемость биофунгицидов БТУ Центр со штаммами других производителей. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проводить большое исследование с использованием специфических штаммов. И вопрос номер четыре. Работают ли микроорганизмы в кислых почвах? Конечно работают. Хотя оптимальным НПА для существования микроорганизмов в почве является от пяти до восьми, но и за границами этих значений микроорганизмы не прекратят свою работу, как по щелчку. Конечно их эффективность будет несколько снижаться, но при этом они продолжат свою полезную работу. Если у вас будут еще вопросы, оставляйте их в комментариях, мы всегда с радостью на них ответим. Спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok